Существует легенда о проклятой реке. Днем это обычная река, куда приходят все животные утолить свою жажду. Но как только опускается солнце, проклятие вступает в свои силы. И всякий, кто оказывается ночью в этой реке, навсегда остается в ней. Еще никому не удавалось выйти живым из этой реки ночью. Также неподалеку от этой реки жила стая динозавров. Во главе стаи был вожак Инди. В этой стае было много маленьких детенышей. Их обучала всему учитель по имени Тана. И вот в сегодняшний солнечный день начинался новый урок. Тана начала говорить. Ну что ж, мои дорогие ученики, сегодня у нас важный урок. Сегодня мы с вами в первый раз пойдем на речку. Я буду учить восславить рыбу. Учитель Тана, а мы что, прямо будем заходить в речку? Но там же опасно. Не беспокойся, Гоша, мы уйдем оттуда, прежде чем наступит опасность. Белый динозаврик Тоша сказал. Эй, Гоша, а как ты собрался идти ловить рыбку? Ты думаешь, она сама будет выходить к тебе на берег? Учитель Тана перебила. Не смешно, Тоша. У каждого есть свои страхи. Кто-то боится воды. Эй, я не боюсь воды, сказал Гоша. Ух, ладно, заболтались мы с вами. Нам пора идти. И наши динозаврики отправились к пляжу. Ух ты, здесь так здорово. Красиво так. Ребята, не разбегайтесь. Сначала я вас научу ловить рыбку, а потом можете искупаться. Здорово. И учитель Тана начала учить малышей ловить рыбу. И у многих даже получалось очень неплохо. Ну что ж, ребята, вы молодцы. Теперь можете искупаться. В общем, развлекайтесь. Учитель Тана, я беспокоюсь о Гошу. Он ни одной рыбки не поймал. Он правда боится воды? Риска, это хорошо, что ты беспокоишься о своем брате. Возможно, страх воды связан с той трагедией в вашей семье. Вы говорите о той, когда наш дядя ушел на речку и не вернулся. Да, и Риска. Главное, просто не доставайте его этими вопросами, хорошо? Не надо его расстраивать. И беги, отдыхай уже. Хорошо, учитель Тана. Ох уж эти ребята. А я пойду пока позагораю. Риска, смотри, что я нашла. Что это, Амелия? Это пещера. И мне кажется, там кто-то есть. Риска, Амелия, вы что там делаете? Боже, кажется, я заснула на пляжу. А они разбежались. Вы не должны были уходить. Учитель Тана, а правда, что здесь на этом пляже кто-то живет? Что за вздор? Здесь не может никто жить. У нас осталось мало времени. Идите купайтесь. Но кажется, динозаврики слишком долго купались. И не заметили, как начало темнеть. Тана скорее начала всех собирать на суше. О нет, ребята, скорее выходим из воды. Мы должны идти домой. Нам нужно торопиться. Динозаврик Гоша сказал. Я не поймал рыбу, потому что тоже мне постоянно мешался под ногами. Нет, Гоша, ты просто боишься воды. Признайся уже в этом. Ты даже почти не нырял. Ты что называешь меня трусом? Тогда не надо все сваливать на меня. О господи, да что вы там сидите? В это время здесь опасно даже на берегу. Инди меня убьет. И наши динозаврики поспешили домой. После дома их действительно дожидался твердитый вожак Инди. Он высказал свое недовольствие учительнице. Ведь она подвергла опасности всех детей. Особенно Инди беспокоился о Гоже и Риске, так как это были его дети. Тана пообещала, что больше такого никогда не повторится. Ей было очень стыдно. Когда динозаврики сидели у костра, Амелия спросила. Вожак Инди, а правда, что на этом берегу кто-то живет в одной из пещер? Амелия, да, наш знакомый динозавр видел кого-то на берегу. Но мы обыскали там все, никого не нашли. Наверное, ему просто показалось. Ведь волны этой реки доходят и до берега. А значит, проклятие действует по всему побережью. И там никто не может жить. Ночью, пока все динозавры тихо спали, Гоша вышел из пещеры. Он надеялся, что его никто не заметит. Но его догнали Тоша и Амелия. Эй, ты куда собрался, Гоша? О, черт, да как вы проснулись. Давай, колись, куда ты собрался, Гоша? Мне надоело, что вы меня называете трусом. И я отправляюсь в пещеру, где живет огромная горилла. Ты с ума сошел? Тише, я принесу оттуда камень и докажи, что я ничего не боюсь. Знаешь, Гоша, ты просто можешь пойти на речку и наловить рыбы. Этим ты все докажешь. Ха, наловить рыбы может каждый дурак. А вот в пещеру даю зуб Тоша, ты точно трусишь идти. Что? А ну-ка подожди, я иду с тобой. И динозаврики побежали прочь от их пещеры. Амелия также побежала за Гошей и Тошей. Ну и где эта твоя пещера, Гоша? Эээ, она где-то здесь. Наверное, надо идти в ту сторону. То есть ты собрался идти в пещеру и не знаешь, где она? Потому что не надо идти никуда и доказывать кому-то что-то. Просто пойдем туда, я знаю она там. Смотрите, это какая-то пещера. Здесь, наверное, кто-то живет. Но явно не горилла. Да уж, мальчики. А самое интересное, это то, что мы не помним дорогу назад. Не волнуйся, Амелия. Нужно просто знать, в какой стороне река. Там и наш дом. Внезапно из-за скалы выскочил саблезубый тигр и подошел к нашим динозаврикам. Ого, ты кто? Так, так, я что-то вас не помню. Вы, наверное, не из этих мест. Мы здесь случайно оказались и немного заблудились. Просто именно здесь, в этой скале, живут динозавры. Я так понимаю, вы не с ними. Кто здесь динозавры? Нет, это не наша семья. Тогда я думаю, что вам лучше уйти отсюда. В общем, как и мне. Да, вы правы, но просто мы не знаем, куда нам идти. Ох, ребята, ну если хотите, можете пойти со мной. Хотя я думаю, вам там не очень понравится. Вы шутите? Мне всегда было интересно посмотреть, как живут саблезубые тигры. Мы могли бы у вас переночевать, а завтра пойти к реке, искать наш дом. Ну тогда пойдем. Меня, кстати, зовут Гектор. Туша и Амелии также понравилась эта идея. Кажется, ребята решили немного попутешествовать. Ого, так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что может нам не понравится. Поверить не могу, это тот самый снег. Туша, а тебя вообще почти не видно. Прикольно. Но тут наших друзей встретила стая саблезубых тигров. Их вожак Клайд. Клайд был настроен недружелюбно. Он не любил гостей в своей стае. Гектор, кажется, ты забыл, что мы воюем с этими динозаврами. Клайд, я понимаю, но эти динозавры не из той пещеры. Это другие. Они дружелюбны и им нужна помощь. Гектор хотел, чтобы динозаврики остались переночевать в их стае. Но Клайд был непреклонен. Однако вожак разрешил гостям остаться на ужин. Динозаврики были очень голодны и они были рады хотя бы и этому. А вечером Гектор пошел провожать их. Вы уж простите, что так получилось. Но Клайда можно понять. Мы уже пять лет воюем с теми динозаврами. Клайд их ненавидит. Понятно. Все равно спасибо вам, Гектор. Мы хотя бы покушали. Да и холодно у вас. Нам нужно искать свой дом. Только пожалуйста, не идите к реке. Вы же знаете, там опасно. Прячьтесь где-нибудь в кустах и там спите. Ребята попрощались и обещали Гектору найти какой-нибудь куст, чтобы там переночевать. А утром наши динозаврики отправились на пляж. Ох, как жарко. Это правда. Куда нам теперь идти? В какую сторону? Нам нужно найти то место, где мы были с учительницей Таной. Я думаю, нам нужно идти туда. Гоша, ты уверен? Опять нас приведет куда-нибудь. Амелия тоже. Я вижу динозавра. Он лежит в палатке. Что? Где? Ребята подошли к палатке. И действительно, там лежал маленький динозавр. Зеленого цвета. Они подошли к палатке и тихо сели. Кажется, он спит. Да нет, просыпается. С ним все в порядке. Тоже решил спросить. Эй, ты кто? Ты в порядке? Когда зеленый динозаврик увидел их, он резко подскочил. Он испугался незваных костей. Кто вы такие? Что вам нужно здесь? Не бойся, мы тебе не причиним вреда. Мы ищем свой дом. И вот нашли тебя. Это правда? Но что вы тут делаете? Где ваши родители? Тоша сказал. Наши родители дома. А вот мы пошли гулять и потерялись. А что здесь делаешь ты, один в палатке, на берегу этой проклятой реки? Я? Я вижу, вы добрые динозаврики. Пойдемте купаться. Сегодня жарко, так хочется охладиться. Меня, кстати, Липтон зовут. Ребята познакомились и пошли купаться в речку. Вот это водичка. Липтон, а ты умеешь ловить рыбку? Конечно умею. Я это делаю всю свою жизнь. Гоша, я хотела извиниться. Я не должен был называть тебя трусом. Это вообще не мое дело, сколько у тебя там рыбы. Да, ладно, проехали. Значит мир? Да, мир. Эй, кто там брызгается? Но внезапно к нашим динозаврикам пожаловали гости. Кто это? Не знаю. Я в первый раз их вижу. Они идут сюда. Один из незнакомых динозавров по имени Гоготь сказал. О, посмотрите. Какие-то новые динозаврики в наших местах. Липтон ответил. В ваших местах? Я живу тут давно, но вас вижу впервые. Динозавр по имени Гоготь сказал. А вот мы вас видим, кажется, в последний раз. Сейчас мы вас проучим, как находиться в нашей реке. Третий динозавр Белатрис сказала. Да, дайте им опомниться. Они стоят просто в шоке. Посмотрите на них. О, божество. Что вам от нас нужно? Короче, Гоготь, ты берешь этого зеленого. Я беру красного и белого. Белатрис, тебя, девчонка. Давайте проучим их. Но никто из динозавров не заметил, как уже стемнело. И они услышали шум. Что это? Вы тоже это слышите? Кажется, пора уматывать отсюда. Это проклятие реки. Оно просыпается. Черт, уже ночь, как мы не заметили. Это все из-за вас, милкота. Уходим отсюда. Когда-нибудь мой отец разгадает тайну этой проклятой реки. И она станет нашей. Вам повезло. Но мы еще встретимся. Нам тоже нужно идти. Поторопимся. Ну же, Тоша, Амелия. Быстрее. Это не шутки. Как тут холодно стало. Липтон предложил погреться у костра. Ребята возмутились. Но он сказал, что немного можно посидеть у костра. И ничего с ними страшного не случится. Так значит, ты здесь живешь, Липтон? Один, без родителей. Да, я уже много лет живу один. И я привык к одиночеству. Это грустно. Эх, вот мы мама и папа были сейчас рядом. Я так скучаю по ним. Все будет хорошо, Амелия. Не переживай. Мы вернемся домой. Вы слышите это? Нам нужно уходить отсюда. Скорее. Куда мы идем? Безопасное для вас место. Для нас? А для тебя? Я ничего не понимаю. Я все расскажу. Поторопитесь. Гоша, Амелия и Тоша очень странным показался их новый друг. Но они решили его послушать и побежали за ним.